Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. Добро пожаловать на шахматную школу Евгения Гриниса в интернете grinis.de И этим видео я открываю новую серию, которую я назвал Самые полезные шахматные партии. В этой серии я хочу показывать различные партии, которые с моей точки зрения могут быть очень полезны шахматистам, желающим улучшить свою игру. Это будут партии тактического характера. Или, наоборот, представляющие различные элементы шахматной стратегии, позиционной игры. Партии, которые могут быть важными для отдельных дебютных систем, или для эндшпиля, или для миттельшпиля. Сегодняшняя партия, которая открывает эту новую серию, которую я вам хочу сегодня показать, меня просто восхитила. И это никакая не знаменитая партия, и никакая не очень известная партия. И я сам совершенно случайно недавно наткнулся на эту партию. Эта партия была сыграна в 1988 году на шахматной олимпиаде в Тессалонике. Белыми играл международный мастер из Дании Карстен Хой. И Ло в то время 2340. Его противником был сильный американский гроссмейстер русского происхождения Борис Гулько. Ло в то время 2590. Я специально говорю в то время, потому что в 1988 году эти Ло значили гораздо больше, чем сейчас. Их нельзя сравнивать с теми Ло, которые в 2013 году существуют. Белые пошли Д4. Чёрные ответили Е6. Гроссмейстер приглашает белых к французской защите, которая получится, если белые пойдут Е4. Чёрные ответят Д5. Но белые играют КНФ3. Белые хотят играть дебют ферзевых пешек, а именно систему Колли. Чёрные играют С5. Белые ответили Е3. После Е4 возникала позиция фициллианской защиты. Нормальная позиция, которая после Е4, С5, КНФ3, Е6, Д4 возникает. Но это, по-видимому, не входило в планы белых. Ход С3 также возможен. Но белые играют Е3. Этим ходом они показывают желание играть в систему Колли. или, может быть, систему Цукерторта в дебюте ферзевых пешек. Чёрные играют КНФ6. Слон Д3. Б6. Чёрные не играют здесь Д7, Д5, что привело бы или к системе Колли, или к системе Цукерторта. Они играют в систему, которая напоминает скорее новоиндийскую защиту, или новоиндийское построение. В котором чёрные хотят контролировать поле Е4 с помощью коня и слона, который выйдет на поле Б7. А Д5 чёрные играть не планируют. Рокировка. Слон Б7. Вот это то, о чём я говорил. Идея чёрных взять в тиски поле Е4 без проведения Д5. Белые играют КНБД2. И в план белых, возможно, входит С3 и с последующим ходом Е4. Чёрные берут на Д4. И они этим не позволяют белым играть позже Е4. Именно эта система с ходом С5 бьёт на Д4. Была рекомендована многими другими гроссмейстерами. против дебюта ферзевых пешек. И рекомендована как самая сильная для чёрных. Белые играют Е3, бьёт на Д4. Слон Е7. Ладья Е1. У белых возникла полуоткрытая линия после того, как пешка взяла на Д4. Приоткрылась линия Е. Поэтому они играют ладья Е1. Рокировка. С3. Вот такое построение пешек характеризует систему Колли в системе ферзевых пешек. И чёрные играют здесь А5. Они не играют Д5. Потому что ход Д5 блокирует диагональ слона Б7. И после КЕ5 белые стояли несколько лучше. И имели шансы на атаку на королевском фланге. Благодаря ходу КЕ5. Возможно, в дальнейшем последовал бы ход F2, F4, укрепляющий позиции коня на Е5. После чего белые могли сыграть Ф3, возможно, Ф3, с планами атаки на короля. После КЕ5 белые стояли несколько лучше. Но чёрные играют Д6. Во-первых, они отнимают у белых поле Е5, на которое часто стремится этот конь. И они не блокируют диагональ своего слона. И вот это построение похоже на систему Ежа, которая возникает в сицилианской защите с пешками Д6 и Е6 со слоном на Е7, со слоном на Б7. Чёрные держат под контролем поля Е5 и Д5. Белые сыграли ФЕ2. Чёрные играют ладья Е8. Этот ход входит в систему Ежа. Ладья становится напротив ферзя белых. И это может быть чёрным в дальнейшем полезно. Скажем, потом, возможно, у чёрных может быть ход Е5. Или, если белые, скажем, атакуют, и пешка Е5 может уйти, тогда ладья станет против ферзя. Белые пошли конь Ф1. Конь БД7. Конь не перегораживает диагональ своего слона. То есть чёрные не играют конь С6, чтобы оставить открытую диагональ слона. Это также все эти ходы входят в систему Ёж. Белые играют конь Ж3. Стратегия белых состоит в том, чтобы накопить как можно больше сил на королевском фланге. для атаки на королевском фланге. Поэтому они перевели коня на Ж3. Чёрные играют С8. Этот манёвр входит в систему Ёж и рекомендован многими известными гроссмейстерами. Именно этот манёвр. Бывает ещё манёвр Конь Ф8. Заранее защищая королевский фланг. Но рекомендуется именно ход С8. У чёрных появляется возможность пойти потом Е5 при случае. И открывается ладья против ферзя. Так что можно сказать, что гроссмейстер Гулько знал, что он делал. Слон G5. Связка. И чёрные пошли H6. Этот ход, конечно, немного ослабляет позицию рокировки чёрных на королевском фланге. Но чёрные хотели прогнать активного слона. Белые отходят на D2. Чёрные играет Ф7. Этот ход также относится к системе Ёж. Такое построение можно увидеть и при слоне на B7. Такое построение можно встретить и в сицилианской защите, и в английском начале. Ну и вот в других дебютах, как выясняется. В таких дебютах, как дебют ферзевых пешек. Белые играют здесь С2. Они планируют установить батарею из ферзя на поле D3 и слона на поле C2. Чёрные играют в слон D5. С надеждой взять под контроль поле C4. Другие возможные продолжения. Кстати, здесь видно, почему чёрные не ходили D5 пешкой и оставили это поле для своих фигур. Часто сюда может ещё становиться конь на это поле. Но гроссмейстер Гулько решил поставить здесь слона. Другие возможные продолжения в этой позиции, входящие в схему Ёж. Ладья А на C8 или, может быть, E5. Слон D5 было сыграно. Белые играют B3. Они, конечно, не дают чёрным на поле C4. Но несколько ослабляется и пешка на C3. Чёрные ответили ФБ7. Это выглядит очень хорошо. Чёрные создают давление по диагонали А8, H1. На коня F3, на пешку G2. Конь H4. Белые временно избегают сдвоения своих пешек после взятия слоном на F3. И рассчитывают на то, что чёрные ослабят свой королевский флаг. То есть, белые приглашают чёрным сыграть G5. И тогда они должны будут снова вернуться на F3. Пока чёрные играют B5, препятствуя ходу белых C4. Ферзь D3. Белые смотрят на королевский фланг чёрных на поле H7, которое пока защищено конём F6. И здесь чёрные сыграли G5. Очевидно, это ослабляет королевский фланг. Но, вероятно, гроссмейстер Гулько хотел играть активно. Немножко рисковал, чтобы эту партию, которую он играл против более слабого противника, согласно рейтингу, играть на победу, которая, вероятно, была нужна американской команде. Конь F3. Слон берёт на F3. Чёрные надеются, что сдвоенные пешки белых компенсируют слабость пешки G5. Gf. Тем не менее, белые хотят показать, что открытая для них сейчас линия G может сыграть важную роль при атаке на королевском фланге против чёрного короля. Слон G7, прикрывая короля, и белые играют H4. Белые жертвуют пешку для вскрытия линий. Гроссмейстер берёт. И этот ход вынужден. Иначе белые бы сами побили на G5 и выиграли бы эту пешку. Но сейчас линия G вскрылась полностью. Конь Е4. Атакованная пешка D6. Чёрный играет Фc6. Король H1. Король уступает место ладье на G1. Поле G1 для ладьи, которая встанет против короля чёрных на линию G. Этот манёвр часто встречается в других позициях, вообще в шахматах. Когда король идёт в угол, часто бывает пешка на H2, которая несколько прикрывает короля. Здесь он приоткрыт с этой точки зрения, но защищён пока конём и пешкой. Но этот отход коня в угол короля и с дальнейшим ходом ладьи на G1 встречается очень часто. Чёрные пошли конь H5, заранее защищая слона G7. Одновременно гроссмейстер ставит своему противнику ловушку. Белые играют ладья G1. Но какую ловушку имел ввиду гроссмейстер Гулько? Здесь у белых был заманчивый вариант. Начинающийся ходом конь бьёт D6. Ферзь бьёт D6. Ферзь H7 шаг. То есть конь взял пешку и освободил дорогу ферзю. У белых лишняя пешка и кажется, что Крф8. Слон бьёт H6. Конь Df6. Слон берёт на G7. Конь берёт на G7. Ферзь H8 шаг. Король Е7. Ферзь берёт на G7. У белых лишняя пешка и кажется, что у них неплохо. Но чёрные отвечают. Ферзь F4. Ферзь G2. Ладья G8. Ферзь H3. Ладья А на C8. Нападает на пешку C3. Если белые защищают её ходом ладья Е3, то чёрные играют ладья G3. И после FG ферзь берёт на Е3. И у чёрных выигранная позиция. Атаковано ладья, слон, пешки. Эти варианты продемонстрировала шахматная программа Фриц. Может быть, гроссмейстер имел ввиду такую ловушку. Но белые ответили ладья G1. Король F8. Похоже на то, что чёрные стоят нормально. И смогли защититься. Но в этот момент белые наносят первый удар. И я советую вам для тренировки комбинационного зрения и расчёта вариантов нажать на паузу. Видео тогда приостановится. Потом вы сможете его в любой момент дальше пустить. И подумать, как бы вы здесь продолжали. И попробовать посчитать варианты на несколько ходов. Белые сыграли. Ладья бьёт на G7. Устраняется главный защитник королевского фланга. Здесь у чёрных два продолжения. Король бьёт на G7. Или, может быть, конь бьёт на G7. Гроссмейстер сыграл. Король бьёт на G7. Но, может быть, лучше было конь бьёт G7. Белые, конечно, отвечают. Слон бьёт на G6. У белых сильная атака. А, возможно, решающая атака. Например, лучший ход здесь за чёрных. Это F5. Здесь шахматная программа Фриц. Демонстрирует варианты, которые заканчиваются победой белых. И начинаются ходом. Слон бьёт на G7 шах. Король бьёт на G7. Ладья G1 шах. И сейчас у чёрных есть несколько отходов короля. Х8, Х7, Х6, Ф8, Ф7. Давайте посмотрим красивые варианты, которые показывает здесь Фриц. Слон бьёт на G7. Ладья Е7, Ф5. Ладья G7, Х6. Ферзь бьёт F3 шах. Король H2. Ферзь бьёт F2 шах. Ладья G2. И белые выигрывают. Потому что грозит. Ферзь G8 шах. И на ладья бьёт G8. Ладья бьёт G8 мат. Другое продолжение после ладья G1. Король F8. Ферзь D2. Король F7. Ферзь H6. Ладья F8. Ладья G7 шах. Король Е8. Ферзь бьёт на Е6 шах. Король D8. И в этой позиции красивый ход. Конь C5. И белые выигрывают. Например, связка. Нельзя бить коня пешкой. Потому что теряется ферзь. А если конь берёт на C5, то ферзь Е7 шах. И на отход короля ферзь берёт на F8. И потом мат. После ферзь Е8, ферзь берёт на Е8. Но можно сыграть ферзь F3 шах. Король G1. И нет ни одного шаха. И после конь бьёт C5. Ферзь берёт на D6 шах. Король C8. И ферзь берёт на F8 мат. Или, конечно, ферзь C7 мат. Другая возможность после ладья G1 шах. Король H7. Конь G5 шах. Король H8. Конь F7 шах. И теперь красивый ход, который наш помощник за кадром видит. Ферзь берёт на F5 шах. ЕФ. Слон берёт на F5. Мат. Все поля отняты у короля. Красивый мат в варианте. И ещё одна возможность после ладья G1 шах. Это король F7. Конь G5 шах. Король Е7. Ещё один удар. Д5 шах. Конь Бьёт на Е6. Король берёт на Е6. Д5 шах. Вилка на две фигуры. Но чёрные берут на Д5, конечно. И теперь следует комбинация на отвлечение. Отвлечение короля от защиты ферзя. Ладья же 6 шаг. Конь f6. Ладья бьёт на f6 шаг. И после король бьёт f6. Ферзь берёт на d5. И белые выигрывают. Это говорит о том, что ход конь бьёт на g7 не помогал. Возможно, гроссмейстер видел какие-то варианты из тех, что мы смотрели. Или просто мог оценить позицию, что после слон берёт на h6. И связки коня его позиция была бы плохая. Поэтому он пошёл. Король берёт на g7. И в этой позиции я говорил о том, что после короля f8 ладья бьёт g7. Король бьёт g7. Фриц не видит здесь. Фриц, который умеет считать тактические варианты на много ходов вперёд. И мы видели, какие варианты он показывал. И в этой позиции он не видит хода, который сделали здесь белые. Хотя он оценивает эту позицию как лучшую для белых. И рассматривает ходы здесь ладья g1 ш. После короля f8 c4. Или сразу c4. Или он рассматривает ход e3. Но тот ход, который сделали в этой позиции белые, фриц не видит. Сможете ли вы его увидеть? Международный мастер сыграл. Слон берёт на h6 ш. И даже в этот момент фриц ничего не понимает. Он думает, что после король берёт на h6. Ферзь e3 ш. Чёрные могут защититься. Гроссмейстер сыграл король бьёт h6. И только в этот момент, после долгого обдумывания, фриц понял, как белые задумали продолжать. Белые не играют здесь ферзь e3 ш. А делают тихий ход. Ладья g1. И сейчас чёрные проигрывают. Так как их король отрезан по линии g. У чёрных нет защиты. Гроссмейстер здесь сыграл f5. Возможно, это лучший ход, как он считал. Но у чёрных вообще нет других ходов. В смысле, нет ходов, которые могли бы их спасти после ладья g1. Например, у белых... Белые здесь кое-чем угрожают. Чтобы увидеть, чем они угрожают, давайте сделаем за чёрных слабый ход. Просто, например, a6. Тогда следует ферзь e3 ш. Король h7. Конь f6. Двойной и вскрытый ш. От которого у чёрных только одна защита. Уход короля на h8. И ферзь h6 мат. Вот такая прямая угроза белых после хода ладья g1. Конечно, чёрные её увидели. Сыграли f7, f5. Но, может быть, фриц показывает... Может быть, у чёрных были другие возможности защиты. Например, f4. Нападая на ферзя и планируя после f3 сыграть e5. Защитить коня. На ход f4 белые бы сыграли. Конь g5. Оставляя ферзя под боем. Если конь бьёт на d3. Конь берёт на f7 ш. Король h7. Слон берёт на d3 ш. Единственная защита ферзь e4. И слон берёт на e4 мат. Все поля отняты у короля. Конь отнимает поля h8, h6. Ладья отнимает все поля по линии g. Также после конь берёт на f7 ш. Конь g5, если не брать ферзя, а пойти f5. Белые играют ферзь e3. И выигрывают, просто забирая коня на f4. Потому что, если защитить коня, то конь f7 ш. Король h7. Слон берёт на f5 мат. Подобный тому, который мы видели до этого. Значит, конь f4 не помогал. Также не помогал ход после ладья g1. e5. С идеей на ферзь e3 сыграть коня f4. Снова следовал ход. Конь g5. Чёрные здесь могут попробовать e4. Конь берёт на f7 ш. Ферзь e3. d5. Защищая ферзём поле h6. Фе. Грозит или e5, или ed. cd, de. И белые, которые сейчас играют без ладьи, играют, как ни в чём не бывало. Как будто ничего не произошло. Ладья g4. Например, конь g7. Ферзь g5. Ферзь f6. Ладья берёт на h4 ш. Король g8. Конь h6 ш. Король f8. Если пойти король h7, то конь g4 ш. Забирает ферзя. Скрытый ш. А после король f8. Связка ладья f4. Связывается ферзь. Позади москва. И белые выигрывают. Поэтому последняя возможность чёрных, как сыграл гроссмейстер гулько f5. Белые сыграли ферзь e3 ш. И чёрные ответили f4. На король h7. Белые бы сыграли ферзь g5. Например, конь df6. Конь берёт на f6. Конь берёт на f6. Ферзь g7. Мат. Ферзь g7. Или последняя надежда чёрных в этой позиции. Конь g3 ш. Фг. Лg8. Ферзь h5 ш. Король g7. Гх ш. Король f8. Ферзь h6 ш. Король e7. Ферзь h7 ш. Король d8. Ладья берёт на g8 ш. У белых уже лишний слон и пешка. Они выигрывают. Ферзь e3, шаг, f4. Попробуйте угадать следующий ход белых. Как бы вы здесь пошли? Вы имеете здесь снова хорошую возможность сделать паузу в видео и попробовать найти ход за белых. У белых под боем ферзь. И они играют. Конь берёт на d6. Блестящее продолжение. Гроссмейстер взял ферзь d6. После взятия ферзя, вернее, у него был шанс... После взятия ферзя очевидно, что конь f7 мат. Снова у короля нет ни одного хода. Ну, у чёрных здесь была возможность, может быть, сыграть конь g3, шаг. С блокадой линии g. Может, это было лучше? Оказывается, что нет. Ладья берёт на g3. И теперь... Ладья берёт на f4, шаг. Если здесь король g7, ферзь f7, шаг. Король h8, ферзь h7, мат. Или король h6, ферзь g6, мат. А после ферзи f4, король h5, ферзь g4, шаг. И после короля h6, ферзь g6, мат. Значит, конь g3 в этой позиции не помогала. А в случае ладья e7, белые играют ладья e7, прикрывая поля f7. Белые играют... делают отвлекающий ход. Ферзь бьёт на e6, шаг. Если ладья бьёт e6, то конь f7, мат. А если конь h на f6, ладья g6, шаг. Король h7. После короля h5, конечно, ферзь f5, мат. Король h7, ферзь берёт на e7, шаг. Король h8, ферзь g7, мат. Значит, после конь берёт на d6. Только ферзь бьёт d6. Ещё вот даёт какое-то сопротивление. И здесь... Как играть белым? Всё это хорошо и прекрасно. Они сыграли. Конь берёт на d6. Ферзь побил. Как продолжать? Ферзь d3. Белые угрожают матом на g6 и на h7. Например, конечно, не помогает e5, защищая поле g6. И за ферзь h7 мат. Но чёрные делают ход конь f8. Защищая поля как h7, так и g6. Как бы вы здесь сыграли? Жаль, правда, что наш помощник за кадром показывает решение этой позиции и тот ход, который сделали здесь белый. Они сыграли ферзь h7. И в этой позиции гроссмейстер Гулько сдался. После хода конь бьёт h7. Следует ладья g6 мат. Ипполетный мат. Ипполетный мат ладьёй под защитой слона. У белых нет ферзя двух коней или одного, можно сказать, и ладьи. Осталось слон и ладья, которые оставят мат, который называется ипполетный мат. Король чёрных получил ипполеты в виде своих кодей, как погоны в карточной игре в дурака. Он получил на погоны. И ладья оставит мат. Такой мат я лично больше нигде не видел. И эти все красивые варианты и атаку, которую организовал международный мастер в этой партии против гроссмейстера. Я не видел. Я видел бессмертные партии. Я видел другие знаменитые партии. Но это простая партия. Хой против Гулько. Не уступает знаменитым партиям прошлого. Я надеюсь, что эта партия и мои комментарии вам понравились. Но остаётся вопрос. Почему я отнёс эту партию к самым полезным партиям? Что вы можете из этой партии подчеркнуть? Это, конечно, метод атаки на короля, который продемонстрировали белые. Но также и дебютная стратегия и подготовка атаки на короля. Особенно в системе коле в дебюте ферзевых пешек. Может быть, после этой партии вам захочется самим играть в систему коле. И тогда я приглашаю вас на мою страницу на сайт greenis.de, где есть страница, посвящённая дебютам ферзевых пешек. И это также, конечно, характерно именно против игры в системе Ёж. В дебюте ферзевых пешек, когда чёрные встречают её системой Ёж, которая, в общем-то, считается одной из сильнейших построений. Это было моё первое видео из самой полезной шахматной партии. И, как во всех моих видео, вы найдёте в описании под видео, на YouTube, интересные ссылки на соответствующие страницы Шахматной Школы Евгения Гринеса. Чтобы увидеть больше, чем одну ссылку, нужно открыть описание в полном объёме. И тогда вы попадёте на страницу, где вы можете разыграть тысячи шахматных партий совершенно бесплатно в интернете. Инструкцию вы можете найти на странице изучения партий. До свидания, до следующих видео!